Новое видео выходит каждый день в 20.00. Спешу вам сообщить, что очередного сампера забанили. Да не просто забанили, а забанили навсегда на ютубе. Как и всех остальных трёх, четырёх, а возможно даже пяти самперов на ютубе. Ну, вы знаете, там вот это вот недавно банили Павлова, там Визи, Нефи, который постоянно оставляет комментарии под моими роликами. Ну так вот, и забанили теперь ещё одного человека Позитив ТВ. Я точно не помню. По-моему, я был на него когда-то подписан, а по-моему не был. И поэтому я не могу сказать, какой контент он снимал. Просто я хочу немного подискутировать на тему того, на тему разнообразных банов с самперов. Сегодня я проснулся в 3 часа ночи о таких сообщениях в ВКонтакте, как «Ха, минус канал», «Слили канал», «Канал заблокирован», «Канал удалили» и так далее. Сначала я подумал, что это какой-либо рофл или какой-то ютубер рейдит меня, чтобы посмотреть на мою реакцию. И написал, что ваш аккаунт Google отключён. Вот два скриншота, которые пришли мне на почту. И как мы видим, причина моей блокировки – спам, мошенничество и обман. И в моей голове сразу пролетели три ютубера, которые два месяца назад были заблокированы. И вы знаете, неужели так сложно доперить до того, что не надо разыгрывать 100 рублей за комментарий. Это расценивается как спам или введение в заблуждение. Не надо рекламировать сет-квест. Это расценивается как спам или введение в заблуждение. Не нужно перенаправлять людей на сет-квест. Это рассматривается как спам или введение в заблуждение. Не нужно в названии ролика писать «YouTube удалил 44 канала кейсером смотреть всем до конца». Это рассматривается как спам или введение в заблуждение. И я вам хочу сказать, YouTube банит абсолютно правомерно. Ну а если уж он забанил неправомерно, то будьте уверены, из-под апелляции, если вы подойдите апелляцию, то он вас обязательно разбанит. Ну просто нужно уметь подавать апелляцию. А если он вас все-таки не разбанит, значит забанены вы были более чем за дело. Потому что просто так YouTube не банит никого. Чтоб вы понимали, это я еще могу согласиться с Twitch, когда тебя банят за слово «пидорас», или за слово «нигеры горят в сарае», или за еще какие-либо слова. За слова банить не надо, но вот за спам или введение в заблуждение более чем можно. И я не хочу кого-то обвинить и так далее. Я хочу просто сказать, что ну не надо такого делать. А насколько я знаю, этот самый позитив ТВ, который оказался абсолютно непозитивным, сливал то ли админки, то ли лидерки, то ли моды каких-то серверов. И я уж точно не помню, я как обычно не вникал, я аж Ярослав Брулев, как вы знаете. Ну, на минималках, разумеется. И вследствие этого его и забанили. Нельзя делать никакие сливы, как мне кажется, на YouTube. Это чревато. Нельзя использовать читы на своих видео, это чревато баном. Прочитайте уже вы правила, наконец-то, и не ругайтесь на YouTube. Ох, да как ты посмел меня забанить, ох, да как ты снял мне монетизацию. YouTube работает, у него и так, блять, проблемы. От него половина, блять, рекламодателей отказывается постоянно нахуй. О ситуации, которая была там несколько месяцев назад, когда абсолютно всем ютуберам без разбора давали желтый доллар, блять. Ну, вы бы как поступили, нахуй, если в один день, нахуй, от вас, от миллиардной корпорации, которая должна оплачивать сервера, отказываются, блять, все рекламодатели. Из-за того, что роль, из-за того, что их реклама показывается на роликах, которые не соответствуют бренду и так далее, или которые просто неприемлемы рекламодателю. Вы бы как поступили в данном случае. И я вообще считаю, что нужно, блять, сделать YouTube платным. Для того, чтобы, чтобы сюда что-то залить, нужно было бы оплачивать места на хостингах. Так мы бы хоть как-то помогли YouTube. А так можно, в принципе, оформить премиум или еще какую-то подписку. Вот жду, когда у меня появятся лишние деньги. Просто сейчас их прям в обрез. Нужно будет со следующего месяца, я подозреваю, платить монтажеру. И не только. Где взять лишние деньги, непонятно. Плюс хочется еще компьютер как-то там, знаете, подобрать видеокарту ему. Потому что я до сих пор на компьютере без видеокарты. И, понимаете, то есть как-то печалится что-то делать. Ну, блять, забанили тебя и забанили. Скажи спасибо, что не по личности тебя забанили. Я помню, мне как-то вот страйк кинули как раз-таки на видос. Где я, вот именно от самого YouTube за нарушение принципов сообщества. Мне вот кинули страйк, вот сам YouTube, за то, что я ввел зрителей в заблуждение. Тем, что сказал вот в названии ролика, что YouTube забанил 44 канала. И YouTube на самом деле забанил 44 канала. Однако я понимаю, что для потенциального рекламодателя или потенциального зрителя данный контент может быть неприемлем. И я более чем понимаю, то есть когда YouTube удаляет какие-то подобные ролики с хостинга. Или удаляет подобные какие-то каналы. Ну, согласитесь. Вам как миллиардной корпорации, которая закупает рекламу в Google Adsense, было бы приятно. Если бы ваш многомиллиардный бренд по типу там, я не знаю, каких-нибудь смартфонов рекламировался на сливе, блядь, админки от Владислава Павлова. Вот и рекламодатели не захотели этого терпеть. А потом оказалось так, что какой-нибудь там менеджер YouTube русскоязычного отдела просматривает канал и смотрит сливы какие-то там есть. Ну, сливы. И заходит там на ролик Владислава Павлова, где через слово «Сперма», блядь. И сразу понимает, что человек, блядь, неадекватный, что человека забанить надо, ебанит. И он вам ничего рассказывать не обязан, блядь. Забанил и забанил. И я не понимаю бадхёрт людей. Ну, забанили тебя и забанили, и что с того? Ну, блядь, ты знал, на что ты идёшь. Если не хочешь, чтоб тебя забанили, блядь, снимай Fortnite, блядь, с музыкой Кевин Маклиода без авторских прав. А так, блядь, ты делаешь контент, тебя за любой контент могут забанить в теории. Однако же не банят, в отличие от того же Твича. И ты должен быть за это благодарен. А если уж забанил, ну что поделать, не повезло. Я вот прямо сейчас, снимая этот ролик, я знаю, что мой вот этот вот второй канал, что мой основной канал также могут забанить. Потому что я делаю то, что нарушает принципы сообщества Ютуба. Понимаете? То есть я как-то ору на людей, я неадекватно выражаюсь, я очень токсичен, я не сдержу себя в эмоциях. И вследствие этого я понимаю, что мой аккаунт на Ютубе может быть забанен. И многие, знаете, жалуются на размытость формулировок Ютуба, мол, якобы нагота или материалы сексуального характера. Однако там пишется, то есть, пояснение для дебилов о том, что значит нагота или материалы сексуального характера. Но они ноюту, блядь. Чё-то ничего не понятно, блядь. Ну чё так, я уверен, что если бы им, блядь, написали даже открыто, что нельзя, блядь, сиськи, жопы, блядь, и, ну, прочие всё показывания, вы всё равно такие, ага, а сиськи только какие нельзя, женские или мужские? Ага, а жопы то есть какие? То есть женские нельзя или мужские, блядь? Вот они так же говорили. Ебать, ну нагота или материалы сексуального характера, блядь? Тут же всё понятно, нахуй. Я не знаю, блядь, просто в чём ваша проблема? Забанили и забанили, блядь. Лично я считаю, что забанить должны абсолютно всех, чтобы снимались, снимался на ютубе только, блядь, фортнайт. Однако же ютуб снисходителен ко всем. До того, как не накидают стреки, до того, как не пожалуются и так далее. Поэтому как-то что-то там отчаиваться и так далее, ну да. Ну вот, лично мне было бы вот действительно жалко, если бы забанить действительно какие-то стоящие каналы по типу там Стаса и как просто, я не знаю, там с большого ютуба кого можно привезти. Наверное, больше и никого, блядь. Если с нашего самповского ютуба было бы очень жалко, если бы забанили Андрюху Киевского, Ангела Касада, Лучегу, Киекняша, Эмпайра, могу сказать, было бы жалко, если бы забанили Сергея Сорокина. Да много кого. И, ну что ж поделать. Таков ютуб, такова его политика. И мы должны с ней соглашаться. И если уж удаляют канал, ну если не согласен, подавай апелляцию. Ютуб дает на это полное право. Ну не одобрили апелляцию, значит действительно что-то нарушил. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok